доброго времени суток вводный курс вы уже видели теперь вы знаете как закрепляется лист как подготавливается инструмент для рисования как он выбирается а сейчас мы выберем чем мы сегодня будем рисовать значит я оставляю для более мелких деталей карандаши cante epari и собственно сангину уголь и мел а также кляшку и затирку хотя можно и пальцем стирать можно вообще ничего не затирать сегодня мы приступим к первому рисунку из курса итальянский рисунок я решила нарисовать с вами белочку на ветке мы с вами уже знаем как закреплять бумагу сегодня мы это рисовать будем с вами в самом альбоме чтобы потом все наши рисунки сохранились в одном альбомчике было интересно листать их наметим рисуночек углем я решила что у меня будет горизонтальная композиция намечаем основной массы рисунка сама белка у меня будет располагаться вот в этой части листа она будет идти по ветке дерева некоторые боятся рисовать животных так как боятся ошибиться в пропорциях когда вы намечаете рисунок не вдавайтесь в подробности сразу найдите линию интересную решите где у вас будут основные массы тона вот я намечаю белку пока основные массы мы можем чуть-чуть сдвинуть нашу белочку если например мне не нравится что здесь вот слишком маленькое расстояние оставила тут слишком большое но для этого у нас есть клячка как раз в этом плане клячка нам хорошо с вами поможет давайте допустим мы сдвинем нашу белочку в эту часть листа очень далеко тут у нее лавка там нога поиск композиции занимает иногда очень много времени мы фиксируем основные моменты какое-то движение ищем интересное можно по-разному нажимать на наш карандаш сразу фиксируем где у нас находятся темные участки в рисунке у белок очень интересные пальчики это можно бесконечно изучать анатомию животных но сейчас главная цель у нас создать интересное движение чтобы зрителю было интересно следовать за нашими мыслями по поводу этой композиции конечно животных можно рисовать по фотографиям потому что белку заставить позировать конечно же нереально белки на одном месте долго не сидят если только отдыхать в жару тоже белка не будет ждать выдаю нарисует если вы обратите внимание то линия у меня где-то прерывается не надо ее вырисовывать в виде одинаково она и в жизни не бывает одинаковой и ветки деревьев тоже очень интересные прикасайтесь к листу легко лучше не сразу зафиксировать на нащупывать ваш рисунок потому что если вы будете вдаваться в мелкие детали то композиция ваша будет поддаваться очень сложным изменениям будет либо бумага повреждена либо у вас уже желание отпадет что-либо рисовать так как вы затратили уже усилий на создание вашей работы пальчики белочки и хвостик хвостик откуда-то отсюда идет и он очень пушистый белки хвостом иногда выказывают недовольство или предупреждают что сейчас могут напасть я тоже думаю что белочки такие пушистые хорошие но что-то однажды мне попалась такая информация что берегитесь белок они нападают на вас неожиданно вертикально не горизонтально человек ждет нападение горизонтального а белки может напасть и сидя на дереве допустим ей не понравилось что вы около ее гнезда находитесь ну ежели белки в парках то они более приучены уже к человеку вот посмотрите я сразу помечаю себе где у меня находятся самые темные места мы нарисовали основное что у нас должно с вами примерно быть я оставила расстояние до белки вот здесь вот побольше здесь поменьше конечно вы можете другую композицию совершенно сделать как я вам рассказывала и вертикальное расположение и горизонтальное можно было сделать здесь больше под веткой какой-то информации все зависит от того что вы хотите показать и сказать зрителям после того как мы наметили наш рисунок берем средний тон наших трех основных инструментов мел уголь и сангина не приступаем собственно клепки формы я люблю мягкий материал за то что можно сделать какие-то растушевки нарисовать сразу массу наметить которые вам сейчас я прохожусь везде средним тоном очень красиво деревья рисуются на этой бумаге потому что очень характерная текстура у бумаги текстура бумаги сама рисует за тебя ну вот с белочкой нам надо будет поработать вообще белки интересный такой вид они похожи и на мелких грызунов такие как мыши и мячки и суслики и в то же время на обезьян в какой-то мере очень быстрый народ но это хищники значит я наметила основные массы нашего рисунка среднем тоном сангиней не трогая темные места и не трогая светлые места милым мы будем рисовать в конце сейчас мы вновь приступаем проработки тени как я вам показываю занятие можно накладывать сверху какие-то моменты главное нащупывайте нащупывайте ваш тон и всегда сравнивайте самое темное и самое светлое место и тогда вы не ошибетесь тут кара дерева очень интересная вот мы тоже слегка подчеркнем кое-где ушки нашей белочки сравниваем самый темный это глаз в работе глаз белки и наверное здесь немножко лапа и хвост остальное все идут полутона которые и лепят нашу форму конечно когда берешь большой лист например хотя бы а третьего формата а второго детализация может быть более конкретная формате а4 не особо разгуляешься но зато меньше времени уйдет на вашу работу а так как вы учитесь то это очень даже неплохой вариант здесь я думаю нам пригодятся к наши карандаш и вы смотрите если на темные накладывать более светлый тон тоже начинают интересно работать посмотрите просмешение интересный оттенок получается можно прорисовать шерстинки такими вот летящими движениями как бы вот не сразу вот вы прокасаетесь бумаги а так слегка потом нажимаете посильнее и отпускаете и получается очень интересно после того как основная масса у меня проработана мы начнем с вами уточнять наши детали где-то это будет темный уголь главное все время сравнивайте самое темное в работе и самое светлое в работе что-то я заштриховываем смотрим по касанию нашу работу немного добавим текстуру в наше дерево на дерево наше чуть-чуть снежок потом вы это хорошо увидите а фон необязательно не штриховать но можно как-то чуть-чуть определить в разном направлении только не штрихуйте в клеточку лучше чуть-чуть меняйте направление вашего штриха и как я говорила легко так у вас рука двигается еле касаясь потом чуть-чуть нажимаем на петлю касаясь уходит на нет далее мы переходим к мему и начинаем сам ответ вот вместо рисунки это грудка нашей девочки где-то длиннее происходит где-то чуть-чуть затушевывается где-то уходит на нет а где-то проявляется более светлым тоном если вы научитесь работать в тоне работа у вас всегда будет выборочно смотреться вот если сравнивать брюшка нашей белочки и грудку то грудка у нас более светлая брюшка хоть и белая она уходит вниз под белку на брюшка меньше света падает также у нас здесь есть снег который лежит на нашем дереве тон бумаги мы тоже оставляем кое-где не тоненьким где-то мы чуть-чуть смягчаем белый цвет наш такие рисунки нам помогут и в дальнейшем создавать цветные так как вы не будете уже плавать в тоне вы будете сравнивать что у вас самое светлое что самое темное в работе очень полезно отходить на какое-то расстояние от работы но когда рисуешь так близко и на камеру сложно куда-либо отойти у меня тут нет таких условий но возможно у вас они есть если вы стоите за мольбертом то это сделать попроще где-то мы растушевываем где-то у нас остается тон бумаги где-то более явно подчеркивается светлый тон снега и не забывайте смотреть по касанию вашу работу касания не везде одинаково подчеркнутые для мелких деталей я взяла карандаш так как мелком не всегда можно делать какие-то вещи и возможно даже малую щелку подрисовать чуть-чуть в тоник где-то вытянуть поправить здесь есть рефлексик некий если вас устраивает работа который вы проделали то можно принципе остановиться еще раз проверить где у нас свет насколько мы его выявили здесь шерстка чуть-чуть белочки пластится цвета и возможно ушко чуть светлее а также пальчики должны будем читать теперь как я вам показывала можно сделать немного снега нашей белочки сделаем снежок я люблю этот эффект как нравится вот чуть снежка у меня поплавило кое-где можно по всему рисунку прястить на этой ветке где-то можно прям нарочито так сделать покрупнее крошки вот что у нас получилось немножко она стала похожа на какого-то алюминочка аккуратненько поэтому кое-где мы немножко снимем эти крошки прежде чем затирать их а где-то наоборот четко не переберем нашу карточку как я вам показывала в техниках рисования и начинаем вот так вот затирать чтобы произошло схватывание выпуска листа конечно можно это все зафиксировать лаком ну тогда у вас пропадет некая свежесть рисунка возможно даже темные цвета станут более темными а светлые вообще пропадутся вот такая вот белочка у вас получится не правда ли итальянский рисунок очень интересный всего три карандаша или три мелка и можно выполнить вот такой замечательный рисунок надеюсь наше занятие прошло плодотворно для вас а я желаю вам творческих успехов творите дерзайте ставьте лайк если мастер-класс вам понравился пишите свои комментарии подписывайтесь на творческую студию Елены Тюриной чтобы ничего не пропустить подписывайтесь на наш канал .